итак здравствуйте друзья здравствуйте дорогие подписчики моего канала сегодня у меня очередной тестовый выезд заключительный наверное потому что все основное я уже протестировал что мне надо было расскажу сегодня о поподробнее немножечко об одноручных палках зачем они нужны нужны ли вообще какое у них преимущество немножечко об аспектах покажу новые оснащенные немножечко переделанные моё спиннербайты то есть и как всегда будут участвовать два моих основных удилища это баспара 6,3 длиной чуть меньше двух метров и на которой стоит катушка бугарский блэк мак второго поколения намотан флюрокарбон виде основной лески 0 445 фирмы sunline поводковый флюрокарбон сиглон так называемый он не намного жестче основного как думают некоторые слышал я уже что поводкового в данном случае у с онлайна он не намного жестче чем все снайпер той же фирмы онлайн который идет как основная леска и вторая палка это доморощенный кастум длина метр пятьдесят который стоит а бугарси я сейчас 5-0 на россии с пророкет достаточно уже древние катушка у меня немножечко измененная без леса укладывателя с удлиненной ручкой с обрезанной звездой фрикционных тормозов вставлены магнитным мономагом магнитным тормозом стоят два пластиковых кулачка вместо родных родные слишком тормозили центробежные кулачки слишком тормозили спулю значит эти пластиковые облегченные кулачки лишь притормаживает ее при особых при ускорении шпули во время полета не мешая длинному забросу вот этот вот комплект достаточно тяжелый получился вместе с катушкой в дилисе составляет примерно около 600 грамм в общем то я не испытываю каких-то особых лично я никому не советую делать такие тяжелые палки просто была палка лежала без дела решил ее переделать под одноручный комплект палка до 120 грамм была достаточно мягкая композит карбон стекловолокном радиально усиленный но чтобы иметь значит для чего нужны эти одноручный комплект нужны ли они вообще в первую очередь это да я не курю иди братан спасибо сигарета курить вредно начнется больше вопросов итак продолжим для чего нужны одноручный комплект нужны ли они вообще в первую очередь это стесненные условия значит для одноручных комплектов лучше всего подходит палки не до двух метров можно даже я бы так сказал метр восемьдесят оптимальный удилище должно быть достаточно мягко не обязательно это параболический строй какой-нибудь но регулярный такой достаточно мягкий вариант палки почему потому что при забросе у вас более жесткая даже короткая палка как это 63 баспара она все-таки начинает нагружать запястье во время заброса более тяжелых приманок будет некомфортно было и более мягкое удилище будет съедать этот вариант потому что при забросе укорачивается рычаг и давление на запястье минимальное при этом еще раз повторю что слишком мягкое удилище будет совершенно делать ну может быть так не совсем дальние забросы но в данном случае может быть это не нужно опять же это стесненные условия на одна ручка удобно для чего работать с одноручным удилищем очень удобно комель никогда ни в каких вариантах не мешается вам в руке когда вы твичите или какие-то другие манипуляции делайте намного удобнее чем двуручные даже короткая ручка на двуручном удилище такой вариант более предпочтитель значит броски то же самое любые броски боя манипуляции опять же не задевает за одежду не за рукава не за какие-то предметы одежды что в свою очередь делает опять же более приемлемой ловлю в сложных заросших условиях на малых речках на средних речках на небольших прудах сейчас стоит приманка около 20 грамм где-то баспара до 21 грамма но как я уже говорил ранее предыдущих видео она все же жесткого вата хотя если это среднемодульный графит но волокна так ориентированы ли что палка достаточно жестко комфортная для своих целей ну вот в виде одноручного в одноручном варианте она менее комфортно чем вот так здоровенные дубины которые только что показывал который можно кусты косить при желании браконьеров тоже нужно отлупить где ничего не будет в принципе я покажу в предыдущих видео при желании если какие-то нужны там более дальние забросы удилище можно бросать двумя хватом длина рукоятки позволяет вот таким вот образом может быть это будет не совсем удобно для начала потому что кто привык забросы двуручными удилищами немножечко хват другой распределение мышечное по-другому в данном же случае немножечко это происходит все в другом геометрическом сегменте но привыкаешь ко всему быстро было бы желание на эти два удилища для начала я поставил одинаковые два гоблера сделал это для того чтобы проверить некоторую приемлемость заброса значит начинающим рыболов который начинает ловить на флюор карбон или на монолеску на мультах хочу сразу дать некоторые рекомендации людей возникают вопросы с перебежками флюор карбона значит если у стоит плетенка то при вырезании витков шпули во время рыбалки плетенка или залипания потому что она более ворсится плетеная леска намокает сверху водички залипает и когда происходит перебежка значит перебежка происходит именно с прилипшими витками с флюор карбон по-другому флюор карбон он дает перебежка из-за того что резко наоборот начинает спучиваться то есть немного друг другой вариант перебежек так вот для начала чтобы не было это у вас сразу на рыбалке спучивание этого первичного значит пока он еще сухой не намок сверху тем более новый когда вы ставите флюор карбон очень гладкий он затягиваете до конца все какие у вас есть тормоза магнитный пол тормоз пол значит центробежные выставляете все и делаете для начала небольшие небольшой заброс для того чтобы леска подмокла вообще желательно чтобы изначально она у вас 1 рыбалка покаталась именно на всех тормозах чтобы у нее появился небольшой ворс этот ворс будет помогать и быстро намокать сверху и она будет немножечко залипать на шпуле что будет препятствовать вот этим вот первым перебежкам флюор карбона когда он совсем новый с новым флюор карбоном никто не справится даже профессионал и никто и дусь дури не кидает с первого броска потом уже по мере того как вы увидите что леска поблекла немножечко потеряла вот этот вот наружный глянец вы уже начинаете отпускать постепенно тормоза и бросать все увереннее 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 и сами поймете когда вам уже нужно отпустить тормоза и работать флюор карбон начинаем тоже отпускать тормоза здесь стоять сейчас совсем новых флюор карбон одну рыбалку такого же диаметра как и на первом комплекте предыдущем видео я поставил сюда плетню ну как я и говорил никакая плетня не на мульта не на мясорубках ну за рубках если мы берем допустим небольшого диаметра моно и плетню то моно все равно обыгрывает редко кто это использует не знаю почему ну есть определенные правила использование плетеных лесок даже нужно иногда но если вы хотите куда-то забросить вам нужно то именно забросить далеко то это всегда моно леска флюор карбон или обычный монофиламент мульта флюор карбон или монофиламент всегда летит дальше чем плетня и очень заметно конечно есть свои плюсы есть минусы при подсечках при проводках у нас же много джигитов а им нужно что им нужно что-то определенные при использовании джиг приманка значит чем крупнее шпульные подшипники вот данном случае на круглых обушках круглые подшипники новые круглые подшипники круглые катушки в шпульные подшипники достаточно большого диаметра но больше чем на всех стандартных мыльниц разогревать дольше разогревается то есть что это значит первые полеты не будут дальними достаточно достаточно комфортными впоследствии значит когда они разогреются катушка заброс получается заметно дальше считается одной руки значит палка на 20 грамм это не очень реагирует то есть она как бы дает прогиб из-за того что все-таки это композитный материал и подтяжите самого кончика во время броска она там прогибается но комфортнее работать приблизительно от 30 грамм она прогибается и показывает свою бросок то есть если кто-то хочет сделать одноручное удилище именно для такого средне тяжелого использования как я уже неоднократно говорил стоит искать палки для так называемого вертикального джига для морского лодочные удилища они не вне не длинные все короткие они все сопливые как правило параболические строй у них вот именно что вертикальный джиг он не требует жестких удилищ именно вот это вот подъема удилищем это морского пилькера вот этого там еще там будет болтаться у вас на конце лески есть дорогие удилищ графиты очень дорогие морские есть подешевле именно с композитные и достаточно удобные то есть там развесовка идет допустим удилище даже с образцовым весом 100 грамм вы когда я возьмете руки и не поймете что это за сопля 100 грамм ну правильно они же не кастинговые они не для заброса ну вот если из них делать именно кастинговые удилища переделывать их возможно там придется срезать первые колечки потому что кольца там стоят близко к катушке потому что еще раз повторю удилище сгибается на сад сопливый чтобы леска не касалась бланка там очень много колец это не для это удилище получится не для супер дальнего заброса но для таких вот стесненных коротких условий такие удилища морские для вертикального джига можно использовать как вариант недорогой вариант переделать их под одноручные удилища очень легко потрогать в магазине посмотреть их не то есть опытный рыболов определить что будет из себя представлять этого удилища и допустим тоже удилище до 60 грамм вот это вот морское удилище для вертикального джига до 60 грамм оно будет приемлемым для заброса приманок где-то приблизительно там в 20 грамм всегда можно подобрать конечно оптимальный оптимальный было бы взять дорогое графитовое удилище для вертикального джига оно будет легкой при этом она будет тем условием что у него так расположен волокна она будет достаточно параболический изгиб у нее не значит приемлемо именно для работы вот одноручными в качестве одноручного удилища что значит дает эта гибкость значит гибкость еще раз повторю дает значит удобный бросок удобный короткий бросок удобный бросок любыми по весу по реманками ну степени конечно изгиба этого удилища чтобы он не цепляет на траву не что значит короткие броски более мягкими удилищами то есть практически комель держите в руке по реманка у вас отводит этот мягкий ваш бланк на небольшое расстояние выделил такой вот бросочек раз раз какой нибудь то есть конечно минусы в чем более короткое тем более мягкое удилище конечно сложнее будет подсекать но при этом если вы будете будете постоянно наблюдать за своими снастями вовремя подтачивать крючки подтачивать крючки все я знаю наших отечественных рыболов конечно которые не знают что это такое но почему то западники это делают регулярно особенно же трофейщики почему потому что их не крючки 5.0 как правило на трофейных приманках при ловле маски и крупных щуки даже ихними дрынами и толстенными шнурами засадить очень тяжело бывает так чтобы это было эффективно и чтобы трофей не ушел поэтому не стоит обольщаться не подтачивать крючки что кстати очень много много сходов и именно из-за этого и происходит то что крючок тупой особенно же это касается какой-нибудь резины со всетным крючком с крупным где сходы бывают именно по этой причине а не потому что где-то там крючок сидит глубоко в резине хорошее катушку blackmax так сейчас мы работаем с тормозами я уже говорил как для начинающих так и для уже опытных рыболовов в бюджетном варианте у кого не хватает достаточно денег для покупки дорогой катушки вот эта катушка никогда не подведет ничего здесь странного нет сейчас я попробую на таких приманках значит вот эта вот баспара она ограничивается уже там грубо говоря от 20 грамм все говорят что некоторые там японские палки американские короче басовые палки мультовые в основном они более жесткие они жесткие но вот если вы начинаете эту палку перегружать весами заметно что палка начинает ощутимо проваливаться вот такая вот специфика укладки волокон небольшой перегруз еще как-то при незначительных бросках так вот сейчас я замерю дальность заброса при броске двумя руками одной и той же приманкой этой катушкой с этой балкой вот этот вот дрын который в общем-то рассчитан был мной не для приманок 20 грамм бросок туда же одинаково не напрягаясь не вкладываясь полностью бросок не с разогретыми подшипниками до конца сейчас сейчас подводной растительности нет и любые приманки где летом цепляются сейчас идут достаточно комфортно хотя для осторожной щуки не прятаться сейчас негде растительности нет она стоит пузом у дна не очень-то реагирует а малька нету еще в прибрежной зоне вода недостаточно прогретая короче можно с тормозами экспериментировать тут заметный переброс а бушку все равно перебросит на любой палке диаметр шпули большой не порусящая приманка всегда будет ее раскручивать все ободным путем нельзя так однозначно сказать так пытаемся еще ослабить тормоза так борода начинается вот что значит нет не перебросит она все все ясно что тут повторять все маленькая шпуля начинает сильно раскручиваться диаметр на мыльницах на мыльницах шпули ставят меньшего диаметра конечно все это все это не то ну это если нужен дальний диаметр да значит на бушке я показал что 20 20 грамм приманка работает с этой шпуле большого диаметра на которую намотан 50 метров флюорокарбон 0,445 и бекинг в виде плетеной лески диаметр 0,4 флюорокарбон сам по себе тяжелый то есть шпуль я не замерялся с таким намотанным комплектом но она очень тяжелая могу сказать два центробежных кулачка кастомные кастомные моно мак делает свое дело то есть приманка среднего веса летит нет конечно не справляется вот об ушке можно работать средним весом катушка конечно тяжелая ничего не спорят в ней мало подшипников основное бы хотелось чтобы не был подшипник на редукторе хотя бы в противоположной стороне от обгонной муфты потому что это место кто разбирал эти катушки тот знает обслуживаются эти катушки единственный плюс ну не единственный плюс помимо комфортной работы при забросе обслуживаются эти катушки очень легко раз два три четыре даже ребенок обслужит ее легко все там раскрутив промазав ох как работает ребята это конечно песня что такой дальний заброс он не столько нужен как дальний заброс под дальним забросом я всегда подразумеваю легкий заброс то есть чтобы бросить на определенное расстояние не нужно вкладывать много сил как с теми скатушками которыми нужно вкладывать силы понятно что вы скажете что если мы возьмем там дорогую мыльницу она будет бросать дальше с полукерамики ну сюда я поставлю полукерамики она будет все она кизать дальше то есть обушка всегда перекидывает ну не забываем конечно здесь нет лесоукладывателя конечно с лесоукладчиком она бы так не бросала но как без него но в любом случае она будет перебрасывать мыльницу значит обушки круглые обушки с лесоукладчиком тоже добиваются значит дальнего заброса путем встраивания керамической вилки которая бегает по этому бесконечному бесконечному винту какие то еще там кастерные варианты пытаются значит этот спиннер байт я уже показывал это овнер культива переделанный поставленный колорадо лепесток и подвешен твистер 10 сантиметров фирмы мега страйк на мой взгляд да и вообще если вы хотите хорошую игру твистера посмотрите чтобы лепесток вот этот хвост был достаточно широкий как вот на мега страйках такой игра такого хвостика для меня более приемлемая она достаточно ощутимая широкая эффективная она создает не просто какое-то там болтание а именно такую виброигру хорошую ощутимую в воде неслышимую рыбой да есть и более тонкие хвостики на хороших вот у меня есть виброхвостый Беркли более тонкие хвостики тоже играют по-своему но эта игра высокочастотная смотря для кому какую рыбу что нужно для щуки я выбираю именно такие не только я американцы тоже выбирают вот из всех твистеров которые у меня есть триггер более тонкий тоже широкий хвостик но более тонкая резина казалось бы более мягкая должна там заводиться при небольших движениях но как практика показывает что этот более тяжелый более толстый хвостик заводится легко в любом случае в любом случае в любом случае мне достарайтесь мне нравится больше значит здесь это микадовская резина какая-то супер какой-то их материал какой-то там мягкий работает как дождевой червяк на конце это мне не очень нравится значит спиннербайта аэлита самый большой вариант их 21 грамм написано голова 21 грамм на весах он без твистера конечно это мой твистер на весах он тянет на 31 грамм имейте это ввиду вода которая будет держаться в юбке еще прибавит несколько грамм грамм 5-7-10 в зависимости от того какая юбка и значит приманка будет весить все 40 грамм когда покупаете иначе 21 грамм у вас получается все 40 грамм значит что я сделал единственное что я так как эти все спиннербайты рассчитаны на щуку басовые спиннербайты хотя и бас тоже бывает крупный сделанные вот таким образом то что это сделано здесь нет глухой петли для того чтобы когда работают лепестки вот эта вся конструкция вот так вот играет дребезжит под водой имеет вибрации передающиеся вибрации щучьи спиннербайты и маски трофейные спиннербайты они как правило здесь закручены либо вокруг нижней проволоки либо по спирали делается колечко что более приемлемо именно вот на эту игру но там на это не смотрит в принципе сама штанга все равно болтается там в принципе другой там главное чтобы щука эту всю конструкцию не разогнула допустим вот у Овнера очень хорошая толстая проволока и она спиннербайта меньше а у Элиты более тонкая проволока и более жидкая поэтому я не рискнул здесь оставлять свободную петлю сделал вот такой загиб просто вокруг оборачиваю один раз и потом пассатижами выравниваю колечки верхние это и всю проволоку относительно продольной оси приманки значит такой вот вариант с родными лепестками элитовским хорошие лепестки легкие вес 5 грамм тонкая тонкая сталь хромированная значит конечно же везде стоит трейлерный крючок как я говорил что он не обязательный иногда бывает но в данном случае чтобы засекание было более уверенное иногда желательно его поставить родные трейлерные крючки я так понимаю не ахти у меня возможный был сход в том году именно из-за этого тупого крючка поэтому я родные спиннербайтовые крючки найти невозможно чем и отличаются трейлеры у них широкое ушко чтобы пройти сквозь бородку поэтому приходилось изгаляться чтобы поставить какой-то трейлерный крючок значит вот еще один элитовский спиннербайт 20 граммовый в расцветке firetiger на него я поставил лепесток от мэпс от вертушки мэкс аглия номер 7 лепесток тяжелый если родной весит 5 грамм то этот в два раза больше сейчас я первый раз буду проверять что получилось тоже подсажен твистер микады исходил не из качества резины из цвета в данном случае не знаю насколько актуально подбирать по цвету америкосы подбирают по цвету и не всегда то есть цвет твистера может не соответствовать цвету юбки и так далее но аэлития посоветовал бы делать хоть иногда цветные лепестки они желтые серебристые вверх ногами даже плывет вверх ногами нам не надо конечно более тяжелый лепесток он всегда менее скоростной нужно это или нет а другое просто вращение его более тяжелое он да выходит на поверхность даже спинербайк в воде ведется великолепно значит мы его оставим ничего не будем делать обалдетно вместе с этим красным хвостиком выглядит все это в расцветке firetagger спинербайк это фрусящая приманка но не настолько я бы сказал что иногда бывает что во время броска он как-то там кривозады как-то повернется и начинает создавать парус парус при полете но в принципе летит достаточно хорошо спинербайк спинербайк так бывает что он вот культива он вообще показывает что он заваливается на самом деле он его нижняя часть джиголовка сама начинает поворачиваться как бы заваливаться как будто сама по себе там как говорится жизнью своей живет под водой ничего страшного в этом нет бывает что так что заваливается бывает сама выравнивается в принципе спинербайк даже с лепестком выловом который имеет меньшую подвеску под подъемную силу в отличие от колорадо можно вывести даже на поверхность что он будет шлепать этим лепестком поверху при большей подмотке этого не надо так сейчас я попробую поставить за сравнение пинербайк с родными лепестками чтобы посмотреть разницу в скорости вращения лепестка и подъемную силу сопротивляемость какая в воде соответственно более узкий лепесток более длинный идет более прижимисто конечно лепесток относительно головки должен иметь определенный вес почему потому что все таки если скорость вы ослабляете то верхняя часть с лепестком она начинает как бы заваливаться в действительности здесь заваливание идет именно из-за того что лепесток слишком большой но если разница небольшая в данном случае вот этот 5 грамм родной предыдущие 10 грамм у них такой большой разницы заваливания я не заметил оба тут еще путаешь надо заваливание с тем что я говорил что сама головка она значит нижней вся конструкция имеет такую тенденцию крутиться колебаться в воде не колебаться а это именно вот эти делать суррогатные наклоны это не хотел так далеко кидать туда вот так вот катушку бросает значит чтобы еще добиваться легкости броска вот это что такое вообще происходило непонятно понятно чтобы вообще добиваться легкости броска почаще помывайте подшипники шпульные все таки после промывки немножечко жидкого масла капельку ну потому что все таки износ там идет накапливается износ вот этот вот в виде в виде темной смазки я тут увидел у человека катушку шимано скорпио очень древнюю похожую на чемодан значит и он сказал что за несколько лет сколько вот она у него существует эта катушка он ни разу не смазывал шпульные подшипники значит время когда он стал бросать эту катушку делал забросы с ней значит я не слышал никаких шумов в работе подшипников которые должны быть по идее ну убиты с учетом того что он говорил что он достаточно большие веса бросал там с ней и никогда не смазал никаких шумов я не услышал а почему потому что у катушки внутри пластилин в этих подшипниках то есть смазка первая отработалась и вместе с износом весь этот пластилин все там внутри забил и подшипники просто не шумят конечно же они особо-то ну и вроде как бы крутились но сказать что это рабочие подшипники нельзя то застежка перевернется то то мусор какой-то на насядет я к чему говорю смотрю что что-то под водой спиннербайт какой-то на боку лежащий а это вот какая-нибудь травинка создает вот дискомфорт конечно с этим лепестком сопротивление в воде более мощное так не крути и более широкое то есть можно поставить и колорадо лепесток вращаться он будет еще шире сопротивление будет выше ну и подъемная сила будет вот такого спиннербайта выше вот собственно тут минимум который я хотел сегодня светить еще хочу сказать в пользу работы вот этого вот ратлина от рапова очень мощная поисковая примарка создающая хорошие вибрации в воде плоское тело вибрации мощные слышно далеко сама система этого клейкн рэпа погремушка способна достать профейного судака или активную щуку и непосредственно вот этот вот фибиль вот этот крэнк его отличный на мой взгляд посмотрим как он будет в этом сезоне работать постараюсь его разловить мне он просто нравится форма его летит далеко превосходно несмотря на то что он такой казалось бы объемный работа хоть и в отличии от реверту си не такая широкая как у реверту си более хайпичинговая работа но он и всплывает медленно то есть им хорошо работать стоп анд гоу заглубили на определенную глубину куда вам надо и начинаете работать несколько оборотов остановка он начинает медленно всплывать там несколько оборотов остановка во время вот этих вот всплытий возможно будут атаки ну что на сегодня все надеюсь уже в следующий раз показать рыбу может быть в этом сезоне я оставил все известные японские примарки может быть будут новинки еще у меня я хочу найти показать воблеры мину конечно же без них никуда но не этот ширпотреб который уже меня по крайней мере уже достал все эти орбиты вижены просто уже какой-то для меня это какой-то суррогат одинаково направление понимаете когда много лет ловишь на одни и те же приманки уже просто надоедает настолько что уже даже хочется есть приманка немножечко другого аспекта другой формы относящихся к лоблеру минул если у меня такого и будут то я обязательно дам надеюсь что дам по ним видеоотчет и так всего доброго до свидания до новых встреч